Здравствуйте, уважаемые зрители! В этом видео расскажу о различных вариантах режима энергосбережения на ATtiny 10 и сколько микроконтроллер потребляет в различных режимах энергосбережения. И еще сравним это потребление с потреблением ATtiny 13 в режиме сна. Про энергосбережение на ATtiny 13 я рассказывал в отдельном видео, ссылка есть в описании и подсказках. Для корректности я буду сравнивать энергопотребление ATtiny 10 с энергопотреблением ATtiny 13 в субкорпусе, то есть в корпусе для поверхностного монтажа. ATtiny 10 у меня уже припаян к переходной плате. Об основах работы с ATtiny 10 я тоже рассказывал в отдельном видео, ссылка также есть в описании и в подсказках. Прежде всего поговорим о том, как переводить ATtiny 10 в режим энергосбережения и какие они бывают. Здесь есть некоторые отличия по сравнению с ATtiny 13. Вместо регистра mcu-cr у ATtiny 13 здесь разрешением режима сна и выбора его варианта занимается регистр SMCR, то есть Sleep Mode Control Register, где в нулевом бите мы разрешаем режим сна, а в следующих трех битах выбираем сам режим сна. На выбор есть четыре варианта, уже знакомые по ATtiny 13 режимы Idle, ADC Noise Reduction и Power Down. И отсутствующий у Tiny 13 режим Standby. Здесь выше есть таблица с описанием разных вариантов энергосбережения. Тут по сравнению с Tiny 13 добавляется еще режим Standby, где отключается работа аналогового цифрового преобразователя. Главное, что как и в случае с Tiny 13 и большинства других микроконтроллеров, мы можем выйти из режима сна по внешнему прерыванию Int0 или PCint, либо по срабатыванию таймера Watchdog. Перейдем к скетчу. Для погружения в режим сна нам нужно сначала разрешить режим сна, установив единицу биту SE регистра SMCR, а затем с помощью этого же регистра выбрать нужный нам режим сна. Здесь у меня закомментированы различные режимы сна. В конце видео я покажу энергопотребление в каждом из режимов. А сейчас по аналогии с Tiny 13 рассмотрим самый полезный и энергоэкономичный режим Powdown. И два варианта выхода из него по срабатыванию Watchdog и по внешнему прерыванию. Начнем с варианта выхода из режима сна по срабатыванию Watchdog. То есть это ситуация, когда нам нужно просыпаться и выполнять какое-то действие с заранее известной периодичностью. Настройкой работы Watchdog у нас занимается регистр VDT CSR. В дата-шете Tiny 10 на странице 49 в таблице указываются варианты его срабатывания, в зависимости от того как мы настроим биты. То есть как и в случае с Tiny 13 по нулям у нас Watchdog остановлен. 0 и 1 срабатывание таймера Watchdog приводит к вызову прерывания. 1 и 0 это у нас происходит перезагрузка микроконтроллера. И 1 и 1 сначала срабатывает прерывание, а затем микроконтроллер перезапускается. Нам сейчас нужен режим 0 и 1, то есть вызвать прерывание, выполнить какое-либо действие и снова погрузиться в сон. Обязательно разрешаем глобальные прерывания и конфигурируем Watchdog на вызов прерывания примерно каждые 4 секунды. Время работы таймера Watchdog устанавливаем в соответствии с таблицей 9.3. После этого с помощью ассемблерной команды Sleep уходим в режим сна. Раз в секунды у нас будет срабатывать прерывание, связанное с Watchdog. Мы будем на секунду включать зеленый светодиод, перезапускать таймер Watchdog и снова погружаться в сон. Загружаем скетч в ATTiny 10. О загрузке с помощью USB-ISP программатора я подробно рассказывал в отдельном видео. Устанавливаем светодиоды. До загрузки их поставить нельзя, потому что при прошивке выдается ошибка. И после этого подаем питание. На 5 секунд у нас включается красный светодиод. Он гаснет и через четыре секунды на одну секунду включается зеленый светодиод. И так он включается каждые 4 секунды. В промежутках между включениями микроконтроллер находится в режиме сна и практически ничего не потребляет. Я в конце видео замеряю его потребление в режиме сна. И второй вариант пробуждения по внешнему прерыванию. Подключим кнопку к четвертой ножке Tiny, то есть к порту PB2. Именно здесь у нас находится прерывание INT0. Подтянем данный пин к питанию с помощью резистора на 10 кОм. А вторую ножку кнопки соединим с минусом в макетке. В скетче нам нужно разрешить прерывание INT0. Делается это включением единственного бита INT0, регистра EIMSK. И дальше остается только обработать появление данного вектора прерывания. И как и в прошлом случае включить зеленый светодиод на одну секунду. Загружаем скетч. Подключаем светодиоды. Подаем питанием. Также сначала включается на 5 секунд красный светодиод. Он гаснет и микроконтроллер засыпает. И пробудить его мы можем в любой момент по внешнему прерыванию, нажав на кнопку. То есть микроконтроллер проработает одну секунду и снова погрузится в сон. И так у нас будет происходить до следующего нажатия на кнопку. И в конце измерим сколько потребляет микроконтроллер в разных режимах. Первый у нас рабочий режим без всякого энергосбережения. Следующий режим IDLE 0.43 мА. EDC Noise Reduction 0.40 мА. Режим Standby 0.09 мА. То есть 90 мА. И режим Powdown 7 мА. И для сравнения я измерил потребление тока в аналогичных режимах для ATTN13 в субкорпусе и внес данные в таблицу. Спасибо всем за просмотр. Скорейшего нам всем мира. До новых встреч.